добрый день вы на канале 18 соток сегодня 5 января это значит пришло время высевать семена сверх острых сортов перца вегетационным периодом вот 120 дней до 200 и более в этих сортов перца очень длинный вегетационный период и такие семена проклевываются бывает через неделю бывает через две некоторые до 30 дней и бывают некоторых случаев до 45 дней 45 дней пока проклюнется семечка потому мы и будем их высевать пораньше так как вегетационные периоды этих растений очень длинный для начала нам нужно будет провести обеззараживание семян можно использовать марганец слабый раствор марганца я использую перекись водорода 3 процентная 3 процентный раствор перекись водорода вот такой какой он есть я его не разбавляю набираю в шприц и в каждый кулечек наливаю так чтоб семена были жидкости и оставляю на 30 минут так я заполнил кулечки перекись водорода вот видите сколько здесь не надо сильно наливать чуть-чуть лишь бы семена утонули все и оставляем все семена на полчаса через полчаса мы сольем перекись водорода и будем делать раствор нитрата калия пока наши семена находятся в растворе перекись водорода вот они стоят у нас полчаса мы приготовим раствор нитрата калия нитрат калия это высококонцентрированный такой вот порошочек это удобрение высококонцентрированное оно способствует быстрому прорастанию семян острого перца кто не пользовался это знает этот порошок творит чудеса семена которые прорастают к примеру через 20 дней бывает 30 дней могут прорастить через неделю некоторые даже бывают прорастают на второй день посадили уже смотрите он уже отпустил корешок так что все кто пользовался ним все знают это просто супер так что но незаменима для выращивания сверх острых перцев так сейчас мы будем готовить раствор 2 грамма нитрата калия мы должны растворить 100 миллилитрах дистиллированной либо дождевой воды у меня талый снег я растопил снег водичка веке великолепная вот два грамма нитрата калия мы разведем 100 миллилитрах здесь дистиллированный либо талой воды вот я развел нитрат калия немножко еще осталось на дне сейчас он растворится после того как сольем раствор перекиси водорода мы заполним пакетики раствора нитрата калия и оставим на двое суток при комнатной температуре после чего мы после прошествии двух дней мы сливаем раствор нитрата калия промывать не надо вы можете сразу же высеять его в землю либо поставить на проращивание на проращивание семена если у вас к примеру очень много семян а вы выращиваете в кассетах и не хотите чтобы у вас были пустые ячейки для этого соответственно сначала семена прорастить посмотреть какие схожие какие нет выбрать самые лучшие и заполнить соответственно ячейки то не получилось так что вы посадили семена не про не проросли и вас остались пустые ячейки по поводу того что лучше высаживать в землю либо сразу же поставить на проращивание у того и другого способа есть свои свои минусы свои плюсы которых я на прошлых видеороликах как бы ну забыл рассказать эти нюансы и многие подписчики и зрители в комментариях спрашивает почему вот именно так а почему так почему так вот сегодня я и расскажу вам об этих нюансах о всех как избежать порчи семян что нужно делать чтобы все семена нормально росли у вас и чтобы практически прорастание было у вас на все сто процентов для чего мы используем нитрат калия нитрат калия как я уже говорил это высоко концентрированное удобрение многие используют его для выращивания овощных культур также выращивание цветов в течение двух суток если мы будем замачивать семена семена напитается вот этим вот веществом можно сказать удобрением и прорастание просто неимоверное очень быстро прорастает даже если семена у вас просроченные пример там я не знаю там 4 5 лет если вы замочите в обычной воде ну зайдет у вас там ну грубо говоря с 10 семечек зайдет одно то при замачивании нитрат и калий у вас зайдет 70 процентов зайдет 7 семечек так что ему рассказать нитрат калия оживляет оживляет даже почти полумертвые семена у меня очень много было семян которые как блину лежали я забыл про них они лежат у меня там пяти-шестилетней давности и ради интереса я экспериментировал проверял как же нитрат калия будет действовать на эти семена прорастание просто неимоверное и прошлых видеороликах я рассказывал как замачивать нитрат и калий в этом можете посмотреть там более подробно как бы я в этом этом ролике не буду повторяться там есть некоторые ролики посмотрите и где проводил эксперименты высевал семена которые были замочены в воде и замочены вот именно нитрате калия процентной схожести там грубо говоря 50 процентов разница замоченные в воде и замочены в нитрате калия 50 процентов схожести на 50 процентов больше сходит тех семян которые были замочены нитрате калия нитрат калия стабилизирует и усилить иммунитет семян дает им невероятный толчок семена очень быстро проклевывается они были более сильные это как солдаты сдох пайком так что вот эта вот вещь незаменимая многие замачивают в разных стимуляторах ну этот стимулятор считается одним из самых лучших на данный момент в мировой практике эксперименты проводились в одном из американских сельскохозяйственных институтов и получила как бы общемировое признание и распространилась практически по всех во всех странах во всех местах где выращивают рассаду все вот именно пользуется вот этим вот способом что касается других овощных культур как бы там не было описано было описано только лишь вот именно острый перец прошло полчаса я слил перекись водорода сейчас я все пакетики заполню раствором нитрат калия и поставлю на двое суток чтобы семена напитались а по прошествии двух суток мы будем ставить эти семена на проращивание прошло двое суток семян уже слил нитрат калия теперь я хочу рассказать вам как надо проращивать семена можно сразу как бы высевать в кассету у меня есть такая земля показывал дрейфи говорили как есть два способа первый способ после замачивания нитрат калия мы можем посадить ее в кассету лучше конечно высаживать каждую семечку в отдельности не высевать их в примеру в садочках кучно перец не любит соседей начинает вытягиваться без разницы на каком расстоянии вы его посеете все равно будет тянуться даже свет будет на одном из видеороликов есть видео где я показывал посаженные в кассете и рядом стоят вот таких вот небольших судочках а такого плана таких покажем такие вот судочки и них высеяна рассада перца на длинная он самый лучший конечно весело так так первый способ мы сможем с вами семена сразу высеять почву так плюсы и минусы посева почву семена надо обязательно высевать на глубину до пяти миллиметров это пол сантиметра семечка должна быть лежать не грубо а на плоскости чтобы корешку корешку было легче поднять семечку вверх заглублять сильно нельзя земля должна быть пористая не не должна стоять влага она не должна быть как кирпич или как клейстер речь сейчас идет у нас о сверх острых сортах можно сказать не только именно сверх острые сорта это такие как ракота там больше 200 дней у них вегетационный период речь идет о семенах длинным вегетационным периодом которые проклевываются прямо через 15 дней через 20 некоторых случаях бывает до 35 дней проклевывается семечка если земля у вас будет очень тугая она не будет дышать семечка бывает проклевывается через там 25 дней за это время она вас просто-напросто сгниет так что нужно делать чтобы она не сгнила почва должна дышать это во-первых нельзя сильно глубоко заглублять и земля должна быть влажная но ни в коем случае не мокрая нельзя и сильно мочить чтобы только вам вода стояла вы должны полить и вода мгновенно должна сразу уйти если у вас часть семян не взошла вы можете одеть полиэтиленовый кулек на кассету и под кульком у вас будет специальная влажность при которой не будет испаряться влага и семечко хорошо может прорасти минусы этого способа в том что если вы примеру посеяли семечку и не уследили и влага высохла и земля стала сухая корешок сразу же высохнет все корешок высох семечко погибло надо следить обязательно чтобы земля была влажная потому что сверхострых сортов у них семечко выпускает корешок и ждет определенное время это длинный медитационный период она может начать прорастать где-то через там две недели грубо говоря через три недели и начинается рост если вы замочите в нитрате калия конечно процесс это будет вам на раз быстрее и где-то через неделю через полторы у вас семечко уже уже прорастет пустит хорошо корешок и появится над самой почвой уже и будете ждать остальные семена когда проклюнутся но почва должна быть у вас именно хорошая проверенная чтобы в ней не было никаких грибков никаких болезней именно очень очень хорошая почва с дополнение с наполнением с торфяным и если есть вам биогумус это будет вообще супер так об этом мы говорили теперь второй способ это проращивание вот таких вот судочках это берется у меня здесь обычные салфетки такие вот салфеточки такие обычные салфетки вот я беру двое салфеточку ложу из судочек делю на четыре части вот здесь у меня четыре сорта увлажняемые главное чтобы постоянно была влага плюсы и минусы плюсы в том что вы будете в кассету уже высевать уже проросшие семена не все сто процентов вас семена будут хорошие если вы будете высевать в примеру кассету да у вас могут остаться пустые ячейки те семена которые к примеру как они непригодные либо больные либо поврежденные либо грибком их побило то здесь вы уже будете видеть что вы высеваете семечка уже проклюнулась проклюнула семечка значит соответственно процентность того что она вырастет у вас где-то процентов 80 90 тогда не погибнет плюсы и минусы этого способа все здесь есть но опять же надо следить за всем салфетка всегда должна быть влажной если примеру от меня выложены семена накрыта сверху крышечкой углам написаны номера салфетка влажная ежедневно вам надо будет проверять и обязательно именно салфетки либо полотенца должны ложить ни в коем случае не туалетную бумагу так как семена имеет длинный витационный период и будут здесь довольно таки прилично долго находиться туалетная бумага имеет свойство темнеть появляется запах плесени вот в этой салфеток такого не бывает вот вы увлажняете семена должны быть каждый день проверяться и должны быть влажные раз в неделю вы меняете салфеточку и промывайте семена минус этого способа минус этого способа это является именно сверх острых сортов с длинным медитационным периодом от 120 дней там до 200 до 250 и так далее именно этих прошу не путать с обычными там декоративными сортами или овощными или обычными сверхвостными сортами которые у которых до 120 дней витационный период это я говорю именно от тех сортах которых очень длинный витационный период и они немножко подторможенные очень долго проклевывается так какой же минус надо ежедневно следить как только семечко проклюнулась вы увидели маленький хвостик не обязательно должен быть большим так как мы замочили их нитрате калия нитрат калия дает сильнейший толчок семенам семенам мгновенно начинают прорастать но когда те как говорят поднять подняли разбудить забыли также точно и семян семена еще спят они как бы пробудились до половины корешок появился но семечко еще спит нету земли и она будет в таком состоянии находиться при течении где-то четырех дней через четыре дня на пятый день вы берете эту семечку а корешок остается лежать на салфетке потом пробуетесь корешок корешок разрасполся такой склизкий весь тянется это сгнил корешок сгнил и саму семечку разжимаете с нее такая белая жидкость такая сопливая вытекает что происходит происходит одна неприятная вещь вот у меня есть сейчас вам покажу вот такая штука вот это это называется usb микроскоп с 500 кратным увеличением если у кого-то есть дома цветы тот же самый перец лишь просто незаменимая есть 500 кратное увеличение пример у меня заболели перцы я не знаю что это вредители либо это какая-то болезнь либо вирус с помощью этого микроскопа вы можете рассмотреть до мельчайших подробностей от чего эта болезнь либо если это вредитель вы сразу видите вредителей в крупном плане и сразу можете определить что это вот с помощью этого микроскопа я проводил как бы исследование пробовал у себя проращивал когда семена тоже корешки у меня оставались а как бы попортил очень много семян и вот я начал снимать ролик как бы эта камера тоже снимаете видео можете видеть фотографии ней вообще вещь классная и вот сейчас я вам покажу что же случается в таких случаях когда вы не высеваете сразу семечку которая только проклюнулась оставляете чтоб проклюнулись большая часть и потом все вместе их посеять это семена королины риппер под микроскопом это перед тем как я поставил их на проклевывание вот одна семечка уже проклюнулась прошло полторы недели там очень много семечек еще осталось я решил оставить их пока не проклюнутся все а потом высадить их и вот тут началось самое интересное вот посмотрите с левой стороны по кромке семечки если внимательно присмотреться там плавают такие маленькие практически прозрачные микроорганизмы микроорганизмы вот они суетятся вверх заплывают в середину семечки это та семечка которая проклюнулась вот мне было просто интересно я снял на видео там видно как они снуют везде так а вот уже конец семечка сняла так что теперь вы знаете что если семечка только только проклюнулась у нее появился корешок эту семечку надо срочно сразу же высаживать в земле и все такого не происходит почему потому что земля более пористая и как бы семечка себя лучше чувствует и быстрее прорастает так что как только увидели что появился какой-то корешок хоть даже маленький сразу высаживать ее в землю все семена которые мы поставили на проращивание надо каждый день обязательно проветривать просматривать их если нет влаги водички немножко добавить температура до хорошего прорастания 28 градусов соответственно чем ниже температура тем дольше у вас будут прорастать семена часть семян я сейчас высею в кассету это где небольшое количество семечек у меня как бы для обновления сорта вот такие вот кассеты на 105 ячеек и вот я делаю вот такие вот белые полоски вот они у меня идут и здесь я пишу сам номер у меня примера расчерчен на пять кустиков рассады какого-то определенного сорта я использую вот такой вот маркер вот он это маркер на основе нитрокраски смывается только цеплоном либо он я пользуюсь для ногтей растворитель как бы если написали все в жизни ничем не смоется все вот такая вот почва вот она должна быть мягкая смотрите я даже взял как бы сильно не сжимал видите она не сжимается хоть даже мокрый как бы вы не сжимали вот я берусь она как резина она амортизирует видите она раз и рассыпалась вот здесь торф я говорю уже гумус почва почва очень очень хорошая вот так вы распределили к примеру по кассете и можете высевать любые семена выращивать и у вас будет рассада просто великолепная если вы будете высевать ее в обычные судочки как бы не знаю ну толку с этого не будет рассада будет очень плохая я внизу под видео оставлю ссылочку на видеоролик где я рассказываю как выращивать вы посмотрите там там есть в начале там тоже есть и не только изначале разница между посеянными в кассеты и высеянными в судочки ну судочки я специально для зрителей специально показывал как это все какой будет у вас эффект в конце вот вы просеяли земля должна быть уже вас проверена она не должна быть ни с каким грибками ни с чем я перепробовал уже тысячу разных фирм вот единственное что я нашел это как бы делается под Чугуевым или даже мне кажется в самом Чугуеве это под Харьковом на Украине ну это земля конечно просто я не знаю что это это не реклама я ничего не рекламирую я просто рассказываю все кто не брал ее все довольны те кто живет на территории Украины можете вам для рассады ее надо немножко можете я вам скину ссылочку там где делает ее а вы там захотите можете заказать себе можете не заказывать как бы смотрите сами вот смотрите что нам надо будет сделать вот я заполнил кассету и обязательно каждую ячейку я должен хорошенько упрессовать так как земля это очень мягкая и она как бы вы ее не упрессовывали она все равно сейчас буду на нее воду заливать и она так прям как сквозь сито раз и все и с той стороны же вытекла для чего это я делаю почему потому что когда я буду поливать вот первый раз хорошо мне надо будет пролить когда я семечку посажу и начну проливать земля соответственно просядет и получится всего лишь половина ячейки хотя это нам не желательно нам желательно чтобы ячейка была полная земли чтобы растение не опускалась вниз то что нам придется подсыпать и как бы семечка выйдет глубже земля вот такая вот она торф верховой низи сделано все как бы молодцы ребята конечно я доволен покупал одну землю так я вообще там был в шоке написано для рассады начинаю ее брать а мне вот такой в диаметре красный кирпич лежит палки какие-то листья ну такое пищение как будто где-то в посадке набрали набили мешки эти и продают вообще только посадил посеял семена через четыре дня смотрю белый налет какой-то сверху на земле присмотрелся плесень вытащил все семена все семена уже все почернели изгнили плесень их съела так вот смотрите хочу вам рассказать у меня вот такая вот проволока сейчас вам покажу вот обычная красная видите какая-то вот я режу ее кусочками такими небольшими и к примеру вот я высеваю там какой-то сорт определенный например сейчас я буду высевать там одну две семечки я высеял я беру и сюда вставляю красную проволоку вот я вставил ее сорт написал например две семечки посадил красную проволочку вытащил и остается у меня примерно три ячейки и торчит вот эти маленькие такие вот я говорю кусочками нарезана именно проволока сюда ни в коем случае нельзя использовать спички я же говорю я честно говоря обжегся так сильно очень много потерял рассады у себя и в общем нехорошо нехорошо получилось как бы воткнул спички поленился нарезать проволоки ну и соответственно поставил так заглядываю вроде рассада растет а вокруг спички потом же когда достал появилась черная ножка и грубо говоря рассада половина рассады приказала долго жить когда посмотрел спичка торчит а вокруг спички такое белое прямо как как лес плесень высокая такая белая и соответственно и поела и всю рассаду так что спички боже упаси древесина это корм корм для грибка так что все что мертвое сразу мгновенно атакуется грибком так что эту вот проволоку вставляю даже если вы примеры куда то там цветы какие то у вас растут нежелательно ничего деревянное вставлять а если например грубо говоря деревянное ну там лаком обработанное как бы чтоб грибок не мог питаться этим колышком на котором там что то написано у вас название сорта так ну давайте сейчас чуть-чуть дополним чтобы я не морочил вам голову так вот вот так вот одно удовольствие работать с такой почвой вот я не удобряю рассаду ничем вот сейчас я поставлю и надену сверху на кассету надену кулек для мусора для чего чтоб здесь была влага как только появится первые росточки мы это все дело убираем снимаем кулек и наша кассета стоит сейчас будет стоять при температуре 28 градусов свет пока сейчас нам не нужен так что кулек можно надевать любой все должно быть постоянно влажным ни в коем случае нельзя давать земле пересыхать если корешок появился ну еще растение не стартануло а вы не полили ну считайте что оно не вырастет у вас просто корешок мгновенно подсыхает и все такие вот дела так ну вроде бы вроде бы все кассету забили все 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 так сейчас вам покажу как надо сажать и на какую глубину вот при первом таким маркером сделал небольшое углубление поставил чуть-чуть придавил и все так плохо что дневной лампы это все мерцает вот на такую глубину вот я поставил и высеваю уже сами семена потом сверху просто берем присыпаем землей и все и слегка прижимаем вот так так есть еще одна неприятная вещь такая это когда ваши семена всходят и сверху на них сама семечка это довольно неприятная вещь от чего это происходит происходит от того что вы сильно мелко посадили и у вас очень 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 рыхлая земля семечка выходит и выходит и выходит уже с сухой вот этой вот самой скорлупой она не открывается чем ниже влажность соответственно тем семечка выходит уже растение выходит с семечкой на голове можно можно мочить его но я делаю как я беру обычной водой смачиваю саму семечку если она уже сильно подсохла потом просто беру вот пример если взять вот сама семечка вот так вот она вылезла да вот так вот плашмя вот так вот она получается так я ее беру просто так за два края и начинаю прижимать не бойтесь ничего страшного не будет вы ее прижали главное чтобы нижняя часть вот эта раскрылась чуть-чуть там внутри она спиралью вот так вот все накручено вы поняли ну чуть-чуть может прижмете листок как бы ну без фанатизма конечно сильно не давите придавили здесь открылась потом разворачиваете берете иголочку я беру иглу обычную у меня есть для рыбалки там специально развязывать узлы и вот я беру одним пальцем здесь придерживаю с этой стороны а второй иглой с вот этой ну короче получается как бы с этой стороны иглой и раскрываю семечку семечку раскрыл водички капнул главное не спешите значит вы оторвете ему голову водичкой капнули семечка это самое намокла она стала еще эластичнее еще чуть-чуть 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 раскрыли и она слегка легко вытягивается ну примерно грубо говоря там с десяти семечек как бы может быть какой то я там одну иглу воторгу а так бывает там примерно с тридцати семечек одна и как бы остается без головы а так в основном спасаются практически все потому что у меня очень-очень много рассады все это выращивается в комнате в квартире как бы влажности тут никакой большой нету так что как бы мои растения тоже таким страдают ну а теперь соответственно немножко поливаем так что ячейки полностью пропитались влагой вот я край посадил чтобы досаживать остальные влажненько все теперь главное следить чтоб земля всегда была влажной влажной но не мокрой в заключение хочу сказать что все сверхострые сорта длинным витационным периодом от 120 дней и более 200-250 дней их надо высевать чем раньше тем лучше я высеваю с 5 по 10 января но опять же все зависит в каком регионе вы находитесь есть более северные там можно высевать практически там мне кажется в большинстве регионов можно высевать полностью весь январь вот с 1 января и до самого конца все сорта с вегетационным периодом 80-90 и до 120 дней высевается с 10 по 20 февраля это как бы для них самый такой нормальный месяц тем более появляется пока не проклюнутся пока не прорастут сразу появится солнышко и у вас будет хорошая и здоровая рассада ну вроде бы на этом все если вдруг что-то там забыл сказать пишите обязательно отвечу вам есть другие видеоролики я в прошлом году снимал тоже о высеве рассады рассады ну практически такой же ролик может что-то я там сказал того что не сказал в этом ролике так что смотрите и следующие ролики так что всем удачи хороших вам сходов всем пока не забыли